Уважаемые граждане Российской Федерации, с вами снова я, Люс Владимирович. Я хочу довести до вашего сведения, что по указанию партии «Единая Россия» ведется борьба с народом, с нищим народом, организованной преступной группировкой, в которую входят прокуратура, Следственный комитет, МВД, администрация и управляющая компанией. Нас всех грабят. Безбожно. Хочу сказать о городе Стрель-Тамаке, обращаясь к гражданам города Стрель-Тамака, а также всей Башкирии. По неизвестным причинам, какие-то неизвестные люди якобы украли оплаченные вами 1 миллиард 200 миллионов рублей за ЖКХ. Ими никто не занимается, ими никто не ищет, а их искать не будет. Миллиард 200, которые украли у вас, это и есть общак. Вы знаете же, у нас есть воровской общак, а у нас есть общак воров в погонах. Это воровской общак администрации, прокуратуры, МВД и Следственного комитета. Могу вам сказать следующее. В связи с тем, что этот общак вечером пополняется, власть имущая с каждым годом прибавляет нам плату за ЖКХ. Зарплату они нам не будут прибавлять, пенсию не будут прибавлять, а зарплата на доплаты на ТЖХ будет. Тем самым, возьмем город Стрельтамак и всю Башкирию. В связи с тем, что много денег в Башкирии было украдено водоканалами и тепловыми компаниями, совместно с управляющей компанией под руководством администрации городов и районов, была срочно повышена тарифная ставка и так далее на тепло. За то, что они у нас уже один раз украли, а им же как-то существовать надо, они нам повысили цену на воду и на отопление, чтобы скрыть свои преступления. На все мои обращения прокуратура Республики Башкортостан бездействует. Я официально обращаюсь к генеральному прокурору Российской Федерации, заявлению о преступлении, к Бастрыкину Александру Ивановичу, заявлению о преступлении. Прошу направить следственную бригаду в Республику Башкортостан, в частности в город Стрельтамак, для проверки воровства денег у граждан и распределения их между своими. Мы неоднократно говорим, пришлите нам комиссию, пришлите нам комиссию. Наше обращение по краже и воровству, которое творится в Республике, находится во всех инстанциях и возвращается к нам. Они были у Бастрыкина, были у Краснова. Но там тоже сидят люди, которых кормят нерадивые прокуроры с мест. Они не доходят до руководителей за банку меда, а может быть еще чего-то, какой-то суммы. Все наши обращения по факту коррупции, проводимой в Республике Башкортостан, возвращаются к тем коррупционерам, кто их расследовал. И нам пишут одни отписки. Если вы не слышите нас или не хотите слышать, так и скажите, наша цель и задача уничтожения нищего народа, уничтожения. Вы нам не нужны. Мы всеми фибрами души хотим вас уничтожить. Вы живучи, как собаки, елки-палки. Мы ломаем ваши больницы. Мы не платим вам достойную пенсию. Мы не даем вам бесплатные лекарства. Вы живете и живете. Мы кормим вас черстым хлебом. Хороший хлеб и все остальное мы отправили за границу. А вы живете и живете. Вот ваша цель задания. Прокомментируйте данное мое выступление. Задавайте мне вопросы. И кто считает, что в настоящее время ЖКХ это преступная организация, в частности, если взять коммерческую деятельность этих преступных жилищных компаний, управляющих так будем. Вопрос не в том, это мы управляющие, а они наши хозяева. Они нами управляют, грабят нас. И мы ничего не можем доказать. Потому что правоохранительные органы полностью поддерживают незаконные действия управляющей компании. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!